Здравствуйте, мои дорогие любители пневматического оружия! Сегодня мы с вами совершим небольшой экскурс внутрь конструктива резервуара высокого давления и клапанных групп пневматического оружия Крал Панчер. Для этого мы подготовили для вас, собственно говоря, резервуар пневматического оружия Крал Панчер. Как вы помните, не так давно мы делали его гидропрессовку, которая вызвала бурные комментарии. Можете увидеть это на нашем канале. Вот. Сейчас мы разберем его конструктив более детально. Как вы знаете, резервуар состоит в принципе из трех вещей. Это задняя пробка с боевой клапанной группой, передняя пробка с заправочной клапанной группой и непосредственно сам резервуар, представляющий из себя просто трубу, который изготавливается в зависимости от производителя из стали или из алюминиевого сплава, как правило, это Д-16Т. Сейчас мы, в принципе, разбирать трубу, разбирать этот резервуар не будем. Мы подготовили для вас отдельно заднюю пробку с клапанной группой, переднюю пробку с клапанной группой, которую мы разберем более детально и с конструктивной точки зрения. Начнем мы, наверное, все-таки с заправочной, то есть с передней пробки, с заправочной клапанной группы. Вот. Что она из себя представляет в... в предприятическом оружии Крал Панчер. Значит, вот передняя пробка, она состоит из, собственно говоря, нескольких частей, значит, это передняя часть, предохранительная пробка передняя, которая защищает, вот, она просто одевается, поворачивается, вот. Она предназначена фактически только для одного, это для защиты от повреждений непосредственно вот пробки передней, вот, и непосредственно закрывает вот это вот отверстие, через которое происходит заправка. Также в силу того обстоятельства, что в ней она не просверлена насквозь, она таким образом определяет правильную глубину посадки заправочного штуцера. Вот. Ну, сняли. Вот. Далее. Это уже непосредственно сама передняя пробка. Что она из себя представляет? Это монолитный, цельноточенный корпус. Вот. Полый внутри. Сейчас мы разберем его, посмотрим. Вот. Изготовлен, ну, конкретно на винтовке Крал Панчер он изготовлен из алюминия. Итак, мы откручиваем, собственно говоря, раскручиваем заднюю часть передней пробки. Вот. И что это из себя представляет? Значит, вот мы видим здесь пружинка. Вот. Вот у нас пружиночка. И под пружиночкой находится заправочный клапан. Вот он вот так вот расположен там. Вы видите, вот он стоит. Вот вверх. Вот мы его сейчас вытащим и посмотрим. Вот так вот выглядит пробка внутри без уже клапана. Вот, как вы видите, там вот посадочное седло с бортиком. Вот. Для чего бортик предназначен? Потому что запирание по плоскости, запирание по плоскости, вот видите здесь плоскость на нем, на клапане на самом. Запирание плоскости по плоскости происходит очень плохо. Практически не запирается. Поэтому нужен некий бортик, чтобы плоскость оперлась на бортик. Вот. Ну, это мы чуть небольшой такой инженерная хитрость. Вот. Расскажу вам. Значит, так, ну, это просто вот цельноточенный корпус. Вот. Общая длина его составляет 66 миллиметров. Вот. Значит, собственно говоря, максимальный его диаметр по бортику 34 с половиной. Вот резьба у нас 32. Я говорил, 32 на 1,25. Она везде в резервуаре высокого давления. Вот. Значит, вот на нем единственный момент, который стоит заострить внимание, на нем находится вот так, ну, уплотнительная резиночка. Вот она, она. Вот. Мы ее видим. Вот. Размер уплотнительной резиночки сейчас я вам продемонстрирую. Вот. Размер уплотнительной резинки. Вот у нас это ZIPA. Мы ее достали. Размер уплотнительной резинки у нас 32 на 3,5 миллиметра. Вот. Значит, ну, собственно, о корпусе пробки рассказывать нечего более. Значит, о клапане. Заправочный клапан – это фактически тот же самый боевой клапан. Головка клапана ничем не отличается от боевого клапана. В этом отношении все очень просто. Они фактически взаимозаменяемые. Вот. Уплотнение, значит, происходит по такому пластиковому, полупластиковому материалу. Это точно не капролон. Ну, какой-то достаточно неплохо запирающий материал. Что-то типа капролона. Вот. Который находится в торцевой части, в задней торцевой части головки клапана. Вот. И вот он опирается как раз на тот бортик, который мы с вами видели внутри пробки передней. Вот. Ну, и, собственно говоря, вот шток клапана коротенький достаточно. Вот. Который запирает, отпирает, который, вероятно, центрует клапан внутри заправочного вот этого вот канала. вот пружинка, которая подпирает клапан, достаточно простая. Вот. Значит, диаметр пружинки, вот так, померяем. Значит, топ-диаметр пружинки у нас составляет 10,5 миллиметров. Вот. Общая длина пружинки у нас составляет 30 миллиметров. Толщина проволочки у нас 1,1 миллиметр. Вот. И, собственно говоря, третья часть передней пробки, точнее сказать, четвертая часть передней пробки, если считать, сам корпус. Вот. Это задняя подпирающая задняя пробка. Вот через вот это отверстие, оно диаметром 3,5 миллиметра, мерить не надо, я знаю. Вот. Диаметр 3,5 миллиметра, через которую, собственно говоря, происходит закачка резервуара высокого давления, непосредственно высоким давлением воздуха. Вот. То есть, как мы видим, устройство простое, как кирпич. Ничего сложного в нем нету. Вот. И вот мы, теперь мы соберем его обратно. Так. Здесь все просто. Вот таким вот образом он закручивается. Прошу отметить, на вот этой пробке, задней вот этой пробочке, которая подпирает сам клапан, пружинку, вот, как вы видите, выбраны две лысочки. Вот. Это предназначено для простоты его откручивания. Вот. То есть, возьмете правильный ключик, и вот в таком вот образом он откручивается. Вот. Извините. Давайте. вот таким вот образом его собрали. Это из чего состоит передняя пробка. Теперь посмотрим более сложное устройство. Это задняя пробка. Вот. С боевым клапаном. Собственно говоря, через что винтовка стреляет. Через что винтовка стреляет. Вот. Составляет. Она, в принципе, состоит из тех же частей, только вот за исключением еще тут введены ряд вещей, про которых я сейчас расскажу вам. Итак, значит, она состоит из цельноточенного корпуса. Прошу отметить, что если передняя пробка резервуара Крал Панчерс сделана алюминиевой, то задняя пробка стальная. То есть, корпус пробки стальной, полностью выточенной из стали. Значит, она состоит из корпуса, манометра внешнего, который вкручивается в нее. Вот. Вот этой вот предохранительной, про которую мы уже рассказывали, предохранительной пробочке, под которой внутри стоит предохранительная мембрана. Ну, и, собственно говоря, боевого клапана и отверстие перепуска. Попрошу отметить, что, значит, резьба под манометр и под пробку, она абсолютно одинакова. Соответственно, их можно менять местами, при необходимости она идентична. Вот. Манометр я не буду выкручивать, ну, хотя он выкручивается достаточно просто, вот, пальцами. Ну, пробку здесь выкручивать ее, ну, могу выкрутить, показать вам пробочку. Значит, вот она выкручивается, пробка. Вот. Я уже это отмечал. Значит, в пробке есть вот такая вот дырочка, вот, через которую выходит воздух по резьбе в случае прорыва мембраны предохранительной, то есть перекачки давлением, вот, выше расчетного. Вот, мембрана лопается и, собственно говоря, весь воздух улетучивается. Таким образом, ну, в принципе, безопасно, как мы видели. До этого у нас на канале было видео, мы показывали, при котором, вот, мы закачивали резервуар, при котором рвалась эта мембрана и вот она, так сказать, предохранительная мембрана работает. Вот. Значит, ну, я ее обратно поставил, чтобы просто не потерять. Итак, мы раскручиваем дальше. Мы раскручиваем заднюю пробочку, откручиваем заднюю пробочку, задней пробочке, вот, вот она откручивается и что мы под ней видим? Пробки абсолютно одинаковые, что задняя пробка задней пробки, что задняя пробка передней пробки. Они абсолютно одинаковые, с одинаковыми отверстиями три с половиной миллиметра собственно вот они взаимозаменяемые тоже то есть все очень разумно сделано вот далее под ней находится пружинка который удерживает боевой клапан пружинка по длине чем заправочный клапан но это и понятно потому что сама по себе пробка она длиннее чем пробка задняя пробка она для ней пробки передничать продемонстрирую их одинаково разницу вот увидите да соответственно насколько она длиннее вот под ней находится вот мы видим точно такой же боевой клапан как как на заправочном клапане вот единственное его отличие от клапана заправочного то что у него длинный штук сейчас его извлеку вам и покажу вот что из себя представляет боевой клапан винтовки крал панчер значит как мы видим вот длинный штук вот здесь вот про . она предназначена для ускорения прохождения потока высокого давления воздуха вот если как мы видим про . и в ней есть такая крошечная крошечная резиночка вот это вот вот она вот это резиночка которая скажем так дополнительная резинка для уплотнения самого боевого клапана вот и такое же точно встроенное уплотнение встроено уплотнение из там назовем это так все-таки капролоном хотят капролон вот вот из какого-то материала вот который уплотняет также боевой клапан по бортику вот бортик внутри мы можем также его здесь очень хорошо рассмотреть на него как бы одевается вот и таким образом уплотняет это давление вот собственно тоже все как мы видим простота залог успеха вот все взаимозаменяемо все это работает все это держится вот значит а ну давайте на всякий случай посмотрим еще разные значит размеры боевого клапана у нас диаметра боевого клапана 12 миллиметров вот длина тела боевого клапана общая длина моего клапана давайте сначала у нас составляет 40 47 с половиной миллиметров длина головки боевого клапана боевого клапана у нас скажу 19 миллиметров 18 миллиметров извините вот собственно вот все что необходимо ну давайте еще по шток померяем шток в минимальной части у нас диаметр 42 вот максимальной части у нас диаметр ровно пять вот как мы видим мы видим боевой клапан чтобы вы клапан что заправочный клапан просто как топор винтовки что не может не радовать я вообще сторонник исключительно исключительной простоты оружия то есть чем сложнее оружие вы знаете тем быстрее ломается вот и мы вот показали вам сейчас насколько просто устроен устроены клапанные группы у пневматической винтовки крал панчер вот надеюсь что мы вам чем-то помогли а вот еще знаете делаем дать еще манометр померяем значит диаметр манометра у нас 22 миллиметра вот длина посадки еще кое-что померяем определенных значит длина посадки в ствольную коробку на посадке ствольную коробку у нас 42 миллиметра это очень глубоко достаточно прилично то есть он может выдерживать такие вот торсионные крути торсионные нагрузки то есть нагрузки на скручивание и на полом вот резьба также 32 на 125 она стандартная вот длина резьбы на резьбы здесь составляет 14 метров длина резьбы в передней пробке составляет чуть побольше а именно 17 миллиметров еще раз перемеряем вот собственно надеюсь что ваш наше видео вам чем-то поможет в будущем будем еще показывать вам различные внутренности различных пневматических винтовых пистолетов и вообще пневматического оружия стрелять попадать рад был видеть пока